Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа «К нам приехал» на телеканале «Ля Минор». И сегодня у нас в гостях замечательный гость, дорогие мои. И сегодня у нас в гостях, я бы сказал, лучшие бельканта эстрады советских годов сегодняшнего дня. Дорогие друзья, любимец, я не побоюсь этого слова, миллионов слушателей. Да что говорить, Леонид Серебряников сегодня у нас в гостях. Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, С тихим утром, майским садом, с гибкою рябиною, С вишнею, черемухой, даль мою туманную, Самую далекую, самую желанную. Как это все случилось, в какие вечера, Три года ты мне снилась, а встретилась вчера. Не знаю, больше сна, я мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, Что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, Что походкой легкой подошла нежданная, Самая далекая, самая желанная. Как это все случилось, в какие вечера, Три года ты мне снилась, а встретилась вчера. Я не знаю, больше сна, я мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Здравствуйте, Леонид Сеонович. Доброе утро, вечер, добрый день. Ну, для всех. Для всех, как говорится. Ваше стремление стать актером было весьма очень твердым. В течение трех лет вы пытались поступить в театральное училище имени Щепкина и поступили только на третий раз, имея такой голос. Почему именно актерство? Ну, я вообще с детства мечтал быть актером, и я мечтал быть Райкиным. Вот хотел быть как он. Ну, старшим, соответственно. Да, ну, я вот, я обожал его интермедиа, его все эти спектакли. Я выучил наизусть все его эти, всякие филитоны. И даже в школе в 10-м, в 11-м классе я организовал драматический кружок, где мы ставили несколько его вот этих миниатюр, где я, естественно, был в роли Аркадия Райкина. Я мечтал быть актером, только актером. Ни о каком пении речи быть не могло, хотя и в детском саду. У меня даже сохранились фотографии, где я пою на фоне, там, знаете, портрет Сталина. Я стою в таком-то, какой-то пилоточке такой, я пел и танцевал. Но вот был, хотел быть актером. И после, значит, школы я поступал во все театральные институты Москвы. ГИТИС, Щепкинский, Щукинский, везде благополучно проваливался. Шел работать там куда-нибудь токарем, чертежником. Опять шел на второй год. И, в общем, дело кончилось тем, что я на третий год сначала слетал в Иркутск, куда я поступил в театральное училище. Проучился там один год в качестве подготовки. И вновь приехал в Москву. И опять везде провалился. И в последний день были экзамены в Щепкинском. Моя подруга, соседка, она сейчас в Америке живет, она тоже хотела быть актрисой. Вот это судьба. Она говорит, поехали, завтра последний день в Щепкинском. Я говорю, Наташ, я не поеду. Мне уже вот все. Я поеду в Иркутск опять. Все-таки третий год уже. Да, третий, даже не четвертый, я сейчас не помню. Поехали. Она меня уговорила. Мы договорились встретиться там возле ГИТИСа. А она не приехала. А я приехал к Щепкинскому. Ну, раз я приехал, значит, я пошел. И прошел. А программа была разная каждый год? Разная. Но я почему в основном проваливался? Я не хотел быть как все. Все по закону, поступая в театральный институт, читают басни, творение, прозу, естественно. А я читал миниатюры Райкина. А это не любят. А мне это потом уже знал. А мне все хотелось оригинально. И меня сразу отправляли. Тут же. Ну, в принципе, они видели вторичный материал. Да, они говорят, ну что это, зачем? А вы какое-нибудь творение? Я говорю, да нет, вот Райкин, я сейчас изображаю. Нет, это не надо. Все. Меня браковали тут же. Ну, и вот после того, я уже проучился один год в Иркутском. Конечно, тогда до меня дошло, что надо все-таки читать серьезные произведения. Тогда я уже стал. Значит, так же, актерское амплуа, в принципе, комическое было. Ну, по посылу тому, что Райкин. Я не могу сказать, что это было комическое. Хотя, вот я когда учился на первом курсе института, учился я в Щепкинском на курсе Николая Александровича Аненкова, потрясающего педагога и актера малого театра, то на первом же курсе у нас был где-то через полгода такой был этюд, это все театральные проходят, называется зоопарк. То есть педагог смотрит, ведь мы же все люди на какого-то животного. Аналог животного, да. И он, значит, смотрит, а вы гуси, пожалуйста, изобразите, вы там слона. А я сидел почти предпоследний, и я считался одним из самых таких тихих студентов. Они меня просто внимания не обращали. И когда до меня доходят, я думаю, кого же они мне, ну кого же они, и он мне говорит, Серебренников, обезьяну. Меня как воткнуло. Я вскочил со стула прямо к нему на стол. Он просто чуть не упал со своего стула. Хохот был дикий. Я, в общем, изобразил эту обезьяну, и все, с этого момента все пошло, пошло, пошло. Так вот, опять случай какой-то момент. Но комиком я не был, я играл серьезные вещи. И, в общем-то, на втором курсе, почему я стал петь, был этюд у нас из спектакля. — Коллеги. — Коллеги. — Василия Аксенова. — Да, я об этом рассказывал. И я там, значит, пел романс. Я его сейчас не помню. Руки, вы две больших и теплых птицы. Как вы летали, как обвивали все вокруг. Руки, вы так легко могли обвиться. И вот я этот романс пою, потому что мы в училище в своих отрывках хотели показать, кто что умеет. Кто умел там до училища жонглировать, он, естественно, это. Вот я умел немножко. — Ну, каждый на своем коньке выезжал. — Конечно, вот это был маленький мой конек. И я вот, значит, пою этот романс, а моя однокурсница, значит, якобы белье гладит, это общежитие, коллеги. Я пою этот романс, и у нас должен быть продолжаться диалог. Я рот открываю, Аня говорит, стоп, стоп, сначала. Я думаю, что такое, вроде ничего еще не успели сделать, что-то не то. Она на меня смотрит, я на нее. Ну, и опять, она опять гладит, и опять, значит, это. Опять руки, вы, мы, опять спел этот романс. Опять он говорит, сначала. Ничего понять не могу. Я смотрю, вроде все нормально. Третий раз пою, и я уже глаза не поднимаю с гитары, потому что я понимаю, что сейчас опять будет стоп. И я уже закончил этот аккорд последний поставил, и стою. Стоп играть не надо, пою еще раз. Я уже ждал, да, я уже ждал вот этого приговора стоп. Тишина. Поднимаю глаза, Анинков вот так откинулся на кресле, говорит, спой еще раз. А потом он в перерыве, я к нему подошел, он говорит, ты знаешь, я не знаю, как у тебя сложится в театре твоя жизнь, но в песне, мне кажется, ты можешь добиться неплохих результатов. Подумай над этим. И вот это в меня и, в общем, как-то заранило меня. Хотя я играл Лукув на дне, это такой. Или я играл Князя Дулебу в «Талантах и поклонник». Такие возрастные, но, в общем, довольно гротесково я играл все. Там Дуэнни играл, там Дона Херонима, все такие, в общем, были характерны. И в то же время я играл, так сказать, Ярового Михаила, такой серьезный роль. Ну, музыка тянула уже, тянула-тянула. Давайте послушаем следующую песню и продолжим. Вы знаете, я что спою? Я спою песню, которую я пил в Театральном институте. В ту пору параллельно в Щукинке учились Леонид Филатов, мной очень любимый, да и миллионами зрителей, потрясающий поэт, режиссер, актер, вообще удивительный был человек. И Володя Качан. Вот они сочиняли вместе очень хорошие песни. Кота оранжевого. Да, Кота оранжевый, там, помнишь, парк Востанкина, вот это все. Мы их пели всем курсом, но поскольку я был лучший певец, то, конечно, пел я. И вот одна из песен этого замечательного дуэта, она осталась у меня в репертуаре, и мы ее всегда пели в студенческой среде. Она считалась у нас почему-то курсовой. Значит, это Леонид Филатов, Володя Качан, памяти Александра Сергеевича Пушкина. Леонид Филатов, Володя Качан, памяти Александра Сергеевича Пушкина. Полно, слышишь этот смех, полно, что ты в самом деле Самый белый в мире снег Выпал в день твоей дуэли Знаешь, где-то там вдали В светлом серпантинном зале Встала молча Натали С удивленными глазами В этой пляжущей толпе В центре праздничного зала Будто свечка по тебе Эта женщина стояла Встала и белым-бела Разом руки уронила Значит, все-таки была Значит, все-таки Любила Друг мой, вот вам старый плед Друг мой, вот вам чаша с пушем Пушкин Вам за тридцать лет Вы еще мальчишка Пушкин Пушкин Тает Желтый воск свечи Стынет крепкий чай в стакане Саша, слышишь, как в ночи Едут пьяные цыгане Леонид Федорович, практически во всех вузах советской страны Было распределение после института Ну, на место работы В Щепкинском такого не было Куда вас определила ваша планита И много ли времени пришлось вам определяться Пока не запели окончательно Я попросил свободный диплом И пошел, как это не скажется парадоксальным Пошел педагогом в Люберецкий дворец культуры Где я был в самодеятельности до театрального института Я стал педагогом У меня была небольшая театральная студия Я с ними занимался актерским мастерством Я с ними ставил спектакли Два спектакля поставил, по-моему, сказку И такой взрослый спектакль «Они и мы» Ну и параллельно там ставились взрослые спектакли Я там играл в спектакле «Пергюнта» И вот там, в Люберецком дворце культуры, параллельно Хотя я начал это еще с третьего курса Я пел в Люберецком эстрадном оркестре Там великолепный был оркестр, биг-бенд Руководил Юрий Завражин И я в этом оркестре перепел, наверное, все песни Абадзинского Хемпердинга В общем, это была такая большая практика Именно вокальная Параллельно театральная, я не забывал И в то же время вот пел И, в общем, это продолжалось до армии Меня забрали в армию Я служил далеко на севере, в Арктике Там, конечно, ни о каком самодеятельности была Сами понимаете Но эстрадный ансамбль мне удалось сколотить И я был его солистом Пел то, что я пел на гражданке Опять-таки накатывал вот весь этот самый репертуар Не думали Вот это, в принципе, и была вокальная школа У нас была вокальная школа в театральном, конечно Марина Петровна Якольская, потрясающий педагог Другое дело, что перед нашими педагогами Не стояла задача сделать из нас вокалистов Да, ну разница есть И я-то хотел, в общем, нам важно Им важно было закрепить нашу глотку, что называется Поставить на место позиционно Да, Иоаннков этому уделял очень большое внимание Сам пел прекрасно на одной связке Он всегда считал, что вокал это очень важен Для певца, для актера И вот я уже, так сказать, в армии пел То есть и армии, и Люберийский дворец Я продолжал петь Не собираясь все равно в будущем быть певцом Я все как-то планировал себя быть Ну, как Анофриев Как вот кто ты Поющим актером Поющим актером Я всегда себя так считал После армии я пошел работать в театр Геннадия Юденича Был такой знаменитый театр скомарохи Нашумевший, скандальный в свое время Я в нем играл в трех спектаклях Рифа в Висайской истории Командира корабля в оптимистической трагедии И Аграновского в городе Назаре И проработав год, я ушел в Москонцерт И там я начал потихонечку петь У нас звонок А, пожалуйста, пожалуйста Добрый вечер, Виталий Здрасте, Светлана Добрый вечер, Леонид Добрый вечер Леонид, хорошо поете Я давно слушаю вас На радио вообще Скажите, пожалуйста Давно вы ли начали петь Ну, допустим, музыкальную школу кончали или как? Я, когда учился в школе В общеобразовательной Где-то в девятом, в десятом классе Я поступил в музыкальную школу По классу фортепиано Два года я проучился Ну, вы понимаете, это было несерьезно Потому что навык, конечно, я получил какой-то Но для того, чтобы стать пианистом Было слишком поздно Для меня были другие Лет с 5-6 нужно Другие были задачи А подчасти конкретно вокала Как я уже сказал Это были только занятия с Мариной Петровной И я вам скажу, что Где-то на третьем, на втором курсе Я очень позавидовал Моему одному однокурснику Который очень здорово пел Том Джонса Просто потрясающе Когда пел В общежитии садились Он прям брал в руки гитару И мы все умирали И я ему позавидовал Дилайва там Да Я ему позавидовал Вот хорошей завистью А внутри я чувствовал Что-то во мне сидит Причем я тогда ходил еще В один профессиональный вокальный кружок И педагог Ну, не буду называть его имени Сказал Мальчик, у тебя есть слух Вот, а голос Бесполезно Это несерьезно Я как так Я ходил, как гадкий утенок И вот когда я занимался У Марины Петровны Никольской Она мне говорила Что у тебя есть Есть задатки Надо заниматься И вот в тот период Появились пластинки Том Джонса и Хемпердинга И я стал с этих пластинок Учить песни На английском языке И все каникулы Стоя возле микрофона Магнитофон Яуза 5 Я все лето записывал себя На магнитофон Вот это моя была школа Ну, это очень хорошая школа Да, пытался копировать Эти все песни Пытался копировать Слушал себя Нравился, не нравился И потом Какой-то момент Прошел И Марина Петровна мне говорит Слушай, что-то у тебя с голосом происходит Я говорю, что такое У тебя, говорит, вверх пошел Туда-сюда Открылся Да, я говорю, я тут с пластиночками Пою Она говорит, принеси А ведь нельзя было Время-то советское Я приношу и включаю Она говорит, попой с ним Я начал петь Она говорит, слушай, интересно Ты когда с ним поешь У тебя, говорит, как-то отрывается Голос Вот ты как-то В общем, вот такая была химия От нее От пластинок От всего Так что Долго было все И вот после Я говорю После Работы в Москонцерте Я стал работать У Гилю Чехели Была такая известная певица Я у нее работал Ведущим программы Немножко пел Потом был оркестр Советской песни Где я тоже был При Росконцерте Был солистом Пел три песни И потом Вот однажды Однажды я попал на Конкурс Предлагаю послушать песню Да Ну что Я, наверное Спою Еще один романс Романс Мною очень любимый Я вот начал программу С романса Никиты Владимировича Богословского Из фильма Большая Большая жизнь Второй серии А сейчас я хочу спеть Его любимый романс Который прозвучал в фильме Разные судьбы Романс Рощина Почему ж ты мне Не встретилась Юная Нежная В те годы 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 Вежние Голова Стала Белую Что с ней Я поделаю Почему же ты мне встретилась Лишь сейчас? Я забыл в кругу ровесников Сколько лет пройдено Ты об этом мне напомнила Юная, стройная Об одном только думаю Мне жаль ту весну мою Что прошла неповторимая Без тебя Как боится седина моя Твоего локона Ты еще моложе, кажется Если я около Видно нам встреч не праздновать У нас судьбы разные Ты любовь моя Последняя Боль моя Леонид Федорович Одно из мест вашей работы Это был коллектив Анатолия Кролла Современник Основная специфика В принципе, я Америки не открываю Анатолий Кролл Это джаз Ваш репертуар в этом коллективе И еще один вопрос Все музыканты прекрасно знают Что более юморной и циничной шутки Чем у джазменов Ни у какой другой категории музыкантов Никогда не было и не будет Что-нибудь из жизни артистячей Ну, значит, что касается Анатолия Кролла Как я попал к нему? Я был на конкурсе в Сочи Куда меня направил, значит, Росконцерт В числе нескольких исполнителей И на третьем туре Мне аккомпанировал Анатолий Кролл Собственно, он аккомпанировал меня на всех трех Но там я с гитарой немножко выступал А основной был, конечно, третий тур И после третьего тура Когда я попал в число победителей Правда, получил скромное звание дипломанта Анатолий Кролл пригласил меня работать в свой коллектив Для меня это было, конечно, представляете Что значит звание дипломанта По сравнению с этим предложением? Да, это все Для меня это самое было главное Даже композитор Александр Флерковский сказал Вы не расстраивайтесь, что вы получили всего лишь дипломанта За то, что самый лучший подарок Это то, что вас пригласил Анатолий Кролл Это потрясающая была школа Я, прежде всего, пришел к нему Когда уже на непосредственно репетицию Как солист оркестра Я ему сразу показал свои там Эти английские дела Все там это Он говорит, это все умеют Ты мне давай что-нибудь по-русски И вот тут я понял, что я не умею петь по-русски Потому что я очень долгое время пел по-английски, по-английски, по-французски Мне пришлось переучиться Но он категорически настаивал, чтобы я пел советский репертуар Он сам прекрасный композитор И я пел в концерте его песни Его песни, ну и брал какие-то песни Пел Пахмутову «Горячий снег», помню Пел песни Оскара Фельсмана «Мы вырастаем» В общем, это был сугубо советский хороший репертуар Но актерский Все-таки актерский Все-таки я старался, чтобы это была драматургия прежде всего И однажды на одном из концертов Я взял в руки гитару Что-то такое случилось в оркестре Надо было заполнить эту паузу И когда я спел какую-то песню Кролл ко мне подошел Говорит, ты знаешь, говорит Вообще-то, говорит, интересная вещь Вот когда ты поешь с оркестром Ты просто обычный певец советского такого направления На графике, как он говорит Рядовой солдат Рядовой, да Такой не особо отличающийся от А вот когда ты берешь в руки гитару Что-то происходит Вот как-то ты Вот что-то Я говорю, естественно, я здесь сам по себе Сам король, поэтому я как бы Магия другая, восприятие Да, я могу остановиться Я могу сделать паузу Я могу Там же ведь мотор Никуда от него не денешься А здесь я могу Он говорит, это вообще подумай Я так потихонечку-потихонечку стал Вот что называется Все чаще и чаще он меня стал выпускать Потворство моему Хотя, казалось бы, оркестр Он должен был быть заинтересован Нет, он хотел именно, чтобы я иногда из гитарки Это отношение мастера Нет, он молодец в этом смысле Молодец Вот, и хотя я безумно люблю попеть с оркестром Это, конечно, такой кайф С биг-бендом Петь что-то такое серьезное Правда, говорили, вот они Любили подхохмить Ну что, это бывало все То прищепку прикрепят Вот здесь вот За заднюю полу Выходишь, повернешься на зритель Здесь начинает хохотать Не можешь понять, в чем дело А тут прищепку у тебя Ну это зеленые концерты были Или, как сейчас помню, мне однажды В туфли накидали Эти деревяшки А я опаздывал Где-то в гостинице засиделся И часы прозевал Что я во втором отделении Прибегаю Крол говорит Вы с ума сошли? Где вы? Ну пора уже выходить на сцену Быстро переодеваться Я быстро переодеваюсь А мне в туфлях Это деревяшки какие-то накидали Мне натолкали Один раз мне просто На зеленом концерте Сыграли песню На полтора тона вверх Это учитывая то, что у вас и так Ближе к потолку Я и так старался брать на пределе нот А тут пою чувство Думаю, что такое давлюсь Не могу понять Какой-то кошмар И в общем я спел Спел, но давился Но спел Но когда мне сказали, что я взял Если бы я знал Я бы, конечно, не взял Вот такие жестокие были шутки Но это была школа потрясающая Шесть лет Со мной работали сестры Зайцевы Те настоящие Не которые вот сейчас А настоящие сестры Зайцевы Близнецы Геннадий Каменный Так что это была очень Лариса Долина тогда начинала Мы все там начинали Все мы птенцы гнезда крола были Ну это серьезно Это очень серьезное Авторитетное гнездо Давайте послушаем следующую песню Ну что же Я должен сказать, что Сочинский конкурс Подарил мне не только Возможность работать С Анатолием Кролом Но прежде всего Открыл мне дорогу в кино Сразу после конкурса Меня пригласил Александр Флерковский Записать песню К кинофильму Рожденной революции Но я всю песню не буду петь Я просто на поединку Плетик Это девятая серия фильма Там на титрах Звучит Я всегда шучу Фильм вышел в 76-м году И тогда страна впервые Услышала мой голос Там такая песенка звучит Мы часто слышим Надо просто жить Жить просто без волнений Без тревоги Ухабы стороною обходить На жизненной извилистой дороге Хочу жить долго Что там говорить Идти за счастьем Не считая версты Но как скажите Можно просто жить Когда кругом Так многое Не просто Вот была такая песенка Я ее не буду петь всю Потому что она может быть Не самая интересная Из моего репертуара А вот песню Которую я целиком спою Это песня Которую я записал К фильму Белый снег России Фильм рассказывает О шахматисте Алехине Главную роль в этом фильме Играл Александр Михайлов Потрясающая роль И очень хороший фильм И вот там есть кадр Когда Алехин Это уже конец фильма Мечтает вернуться на родину И сыграть Может быть Одну из своих лучших Партий в шахматы Война заканчивается Он узнает о том Что вторая мировая Закончилась Мечтает Вот как он вернулся Он уже смертельно болен Идет по улице По улочке вот этого города Приходит к себе В одинокую халупу И в подвале На кресле В своей комарке Он умирает И вот как раз Когда Алехин идет По берегу моря По этому городу Шатаясь Хватаясь за стенки Вот как раз Я пою песню От лица Алехина Написал ее Александр Флерковский На стихе Олега Милявского Он мне кстати Вот Александр Георгиевич Мне и предложил ее После конкурса Эту песню Судьба Порой Закружит как метель Забьет с пути Куда-то вдаль Погонит И занесет За три девять земель Где от тоски Где от тоски Душа ночами стонет И только память Свято бережет И в трудный час Твою множит силы Гусей в осеннем Гусей в осеннем Небе перелет И снег пушистый Белый снег России Нет Не врасти Корнями Глубоко И не войти Не как в чужое русло Пусть от тебя Россия Далеко Но все равно Ты остаешься Русским Ночами Снится Гриба Спелый ржи И васильки В нарядах Ярко синих И видишь Даже Через рубежи Такой далекий Белый снег России И может быть Наступит день такой Когда смахнув Неброшенные Слезы Обнимешь ты Глазами Край родной Принешь к земле Не чувствуя Мороза И тихо Тихо скажешь Я из тех Кого судьба Песчинкою Носила А с неба Будет Падать Белый снег Неповторимый Белый снег России А с неба Будет Падать Белый снег Неповторимый Белый снег России Леонид Леонид Федорович Я вот вспомнил Что вы сказали Что у вас в принципе Еще со студенческих Лет Было желание Как-то выделиться Да Вы первый За 500 с лишним эфиров Существованием Программы К нам приехал Пришли Семиструнные гитары Я только что Заметил Я слышу звук Несколько иной И построение аккордов Иное Что за инструмент У вас Конкретно этот инструмент Это мастер Делал мне это Заказной Потому что Играть на Вот А семиструнка Это двор Это ж мы начинали Все Это было Театральное училище В Иркутске Это наши подворотни В Москве Тогда шестиструнок Не было Все мы играли На семиструнках Я так уже С ней По жизни и иду Даже Между прочим Она сделана у меня По принципу шестиструнки То есть гриф Шириной Шестиструнные именно Но я уже привык на нем Я просто Всегда мастера прошу Сузить Сжать эти струны Но играю Семиструнный аккорд Мне она очень нравится Я Меня даже утвердил В этом Иванов Крамской Когда-то был великий Наш гитарист Автор школы Преподавания Я когда В Люберецком Дворце культуры В самодеятельности Играл и пел Он как-то приехал К нам Мастер-класс давать И ему сказали А у нас вот тут Есть свой Наш Тут Звезда наша Люберецкая И я значит Меня выпихнули Из толпы Он говорит А может быть Вы что-нибудь Это самое Ну и я взял его Гитару трясущимися руками Гитару Иванова Крамского И сыграл ему Какой-то романс Не какой-то Очень красивый Я может даже его спою И он сказал Вы знаете Молодой человек А у вас В общем есть Давайте я вам уроки буду давать Ну я же дурак был Я же не думал Что я когда-то буду петь Играть на гитаре Я сказал Да ладно Ну что Я артистом хочу быть Спасибо большое За предоставленную возможность И отказался Но вот запомнил эту историю И с тех пор Я уже с Семистрункой Не расставался Был даже случай Когда Уже началось Новое Вене Я смотрю все На шестиструнках Я пытался переучиться Но потом куда У меня уже было Более сотен песен На Семиструнке Все бардовские песни К тому времени пела Клячкина Висбора Галича Турьянского У меня был огромный репертуар Этого бардовского репертуара Все на Семиструнке А руки-то Руки трудно переучиться Ну конечно Что же я буду переучиться И потом мне уже По следующим Мне Многие гитаристы Которые пели Играясь на шестиструнке Говорили Ты знаешь А как она здорово звучит Семиструнка У нее же в отличие Шестиструнки Там же все время Баре закрывает струны И как только ты Баре убрал Струна гаснет А здесь все время Открытые ноты Они звучат Богаче Она богата Она для песен Для романсов Просто потрясающая И у нас звонок Алло Виталий добрый вечер Здрасте Владимир Конечно Хочется слушать и слушать Звонить Перебивать как-то Не хочется Но наверное Себе не прощу Если не поговорю С Леонидом Леонид добрый вечер Добрый вечер Спасибо вам За ваше творчество Спасибо вам за все А вопрос у меня такой Вот вас видно Только по каналу По культуре По остальным каналам Как-то не видно И на праздничных концертах И вообще на концертах Вас не видно Вы что сейчас Не в воде Нет спроса на вас Или в чем дело Почему такое происходит Спасибо Ну я думаю Что телевизионные программы Вам дают ответ На то что происходит В общем то Нет почему Недавно был концерт Юбилейный Аллы Николаевны Баяновой Я пел В эфире был Я даже сам удивился Что я попал Спасибо первому каналу Просто вы знаете Да существует На телевидении К сожалению Вот такое понятие Как Знаете да Подходит к этой программе Или не подходит Это Формат Формат Так называемое слово Очень какой-то такой Формат Вот К сожалению Романсы А я ведь не только Романсы пою Просто лирика Хорошая лирика Она не в формате Сейчас когда мне Да и вообще немножко Эстрада Я уж позволю себе Так сказать Это больная тема Сказать о том Что вот меня иногда Спрашивают А вы давно принимали Почему вас давно Не видно в эстрадных концертах Я говорю Когда вы видели Последний раз По телевизору Эстрадный концерт Эстрадный концерт Это песня Танец Акробатика Жонглер Опять песня Конферанс Эстрада Эстрада Ведь у нас же богатая эстрада У нас такие потрясающие Артисты есть Во всех жанрах У нас все концерты Свелись только к песне И как правило Песни только Современной Попсовой И поэтому конечно В этих концертах Семиструнной гитаре Лирической песни Место к сожалению Не находится А это очень обидно Потому что За границей Это нас как раз И люди солидные Те которые платят Большие деньги Они-то нас как раз Русских людей Ценят за задушевные песни За потрясающие песни За лирику Я уже за границей Я был в 15-17 странах И я знаю что такое Когда ты поешь Я во многих странах Был уже по нескольку раз Я в Израиле был уже 9 раз Я не хочу сказать Что там Израиль Но меня хотят Потому что Это настоящее Это то чем Наше русское искусство Может гордиться Наши советские песни Не в смысле диалоги А в смысле хорошие песни Именно это и можно назвать Русское золото Да Это золото Настоящее Этим надо гордиться Это надо нести Недаром в свое время Появились проекты Старые песни О главном Потому что да В этих песнях Было все Другое дело Молодежь не совсем Удачно у них получается Потому что Невозможно Знаете Никогда не петь А потом Ради того Что в проект такой Взял и спел Звучит пошловато Это не получится Если бы я захотел В тех программах Петя писала начал и когда романсы, то я обратил свое внимание к тем романсам, которые я когда-то услышал в детстве. В раннем детстве мой брат увлекался джазом и занимался коллекционированием этих бобин. И вот, когда я рассказывал об Иванове Крамскоме, я как раз им успел один старинный романс, даже у Дьюса, откуда я это знаю. Потому что в ту пору я был совсем еще, сколько мне было лет, наверное, 18-19, а эта певица Сара Горби, она жила во Франции, наша эмигрантка, я даже не знаю ее историю, но она уже тогда была историей ей, что называется. И вот несколько романцев я ее услышал, они мне очень нравились. И вот я ему и спел этот романс, он был очень удивлен, что я взял такой романс в своем возрасте, во-первых, и во-вторых, не самый легкий, если говорить о романсах. Вот Ночь светла или Ночь тиха, Ночь тиха. Я томлюсь и не сплю, О, как дивна луна В темный сад растворил я окно, И река серебрится луною, О, скажи мне хоть слово одно, Я так счастлив, что снова с тобою И опять, как бывало давно, Я люблю и любуюсь тобой Леонид Федорович, после выхода фильма «Обыкновенное чудо» ваш голос стал просто знаком в советском кинематографе. И вот вопрос такой. Я понимаю, что не всегда удается создателям фильма, участвующих в разных процессах создания фильма, встречаться, быть знакомым, и все-таки недавно шел из жизни действительно великий актер Олег Иванович Ченковский. Знакомы вы с ним были? Знакомы, и у меня даже есть книга его, он когда-то написал книгу о своих воспоминаниях, с дарственной надписью Леониду Серебрику, так сказать, память. Все-таки от его лица пили песни «Волшебника». Да, в память о наших совместных и, вероятно, будущих, к сожалению, не получилось, работах. Я пел как бы от лица Олега Ивановского в фильме «Обыкновенное чудо», и, кстати, то же самое было фильм «Шляпа», если вы помните, он играл там джазового трубача, «Сочи» там, все это. Я там пел все песни от лица Олега. Так что у меня, конечно, для меня это очень горько и больно, вообще я не могу, для меня это, для любого человека, который любит искусство, кино, театр, жизнь, конечно, уход таких актеров, таких личностей, это ужасно. Ну, я понимаю, когда 90 лет уже никуда не денешься, но в самом расцвете сил и такой актер, который, казалось бы, должен жить и жить и творить, и еще дарить нам такие потрясающие работы, конечно, это было ужасно. И сейчас я уже смотрю прямо так. С другой стороны, думаешь, приятно, что я как-то вот сопричастен с ним вместе вот к этой потрясающей работе, и что я хоть косвенно как-то помог ему, а он как бы меня... Ну, понимаете, это вот поддержка, то есть ты озвучишь прекрасного актера, он своим творчеством пропагандирует тебя. И вот это вот какое-то удивительное состояние было, когда я впервые увидел этот фильм. Я же когда записывал песню, я только знал, что как бы я пою от лица Олега Янковского, как бы от лица волшебника, но я толком не знал сюжета. Гладков меня пригласил к себе домой, Геннадий Игоревич, и говорит, значит, так, на экране, там такая мишень, значит, в центре стоит Олег Янковский, он волшебник, а молодой, значит, принц, Абдулов ему, значит, в лоб целится из пистолета, и в этот момент твоя песня, и костер. Понял? Я говорю, понял. Вся задача была. Костер, пистолет в лоб, и вот эта песня. Мишень, Янковский, Абдулов. Да, Абдулов, значит, пистолет в лоб, и Мишень. Я говорю, понял. И вот мы, значит, сделали, прорепетировали, пишли, записали эту песню. Потом я ее попросил у него запись, я говорю, дайте мне эту запись. Он говорит, зачем? Я говорю, я ее буду на телевидении снимать. Я говорю, с ума сошел, что ли? Это же не эстрадная песня. Я говорю, дайте. И я ее стал снимать. И она пошла, пошла уже как самостоятельная, в общем, песня. Но там интересно, что прошло, значит, две недели где-то прошло, мне опять звонят с киностудии, Мина Яковлевна Бланк, и по просьбе Марка Захарова. Опять зовут меня на обыкновенное чудо. Я испугался, думал, что что-то не получилось в «Волшебнике». Надежда была, что все... Ах, сударыня. Совершенно верно. Они говорят, а мы хотим, чтобы вы еще и Соломина. Я говорю, так это же будет очень похоже. Они говорят, это задача твоя, вот сделать так, чтобы было. И, в общем, мне кажется, что попал. Так я по характеру, в общем. Я потом слушал, я знаю голос Соломина. Ну, тесситуры, в принципе. Тесситуры, да, совпало очень как-то так. И многие даже не думали, что это... Но получилось очень органично. Да и там Лариса Долина поет за Василию. Вот я только вчера узнал, что это пела Долина. Лариса, да. Я на сто процентов был уверен, что это пела. А, там сиплый голос. Да. А получилось как? Мы в 9 утра писали, а в 9 утра, как вы понимаете, поют только птицы. Невозможно. Но я живу в Люберцах. Пока я в полседьмого встал и приехал. У меня уже голос раз. А Лариса жила через дорогу в Мосфильмовской гостинице. Она прибежала, прям за полцов, встала. И у нее хрипит голос. Она говорит, у тебя подозрительный... У вас... Мы на вы, кто познакомились. Она говорит, у вас подозрительный голос чисто звучит. А у меня хрипит. Я говорю, так я уже два с половиной часа на ногах. И она Марку Захару говорит, вы знаете... А он говорит, ничего, ничего. У нас героиня прокуренная. Прокуренная она с трубкой. Просто в десяточку получилась. Просто в десяточку. Я попробую спеть, конечно. Одну секундочку. У нас звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. А, это Нина. Я звоню из Подмосковья. Я бы хотела поприветствовать Леонида Федоровича. Всегда с большим удовольствием я и муж слушаем песни, которые исполняются вживую. Особенно приятно слышать романсы, народные песни. Вы знаете, у меня такой вопрос. Как вы относитесь к творчеству Леонида Аниалина Олега Погутина? Вот ваша манера исполнения, вы знаете, вот она находит к нашей душе, потому что чувствуется ваше переживание. Вот немножко Олег Погодин, вот эта вот близость микрофона, это вот как бы создается иллюзия не живого звука, а какой-то фонограммы. Вот у меня такой вопрос. Ваши отношения. Вы знаете, я думаю, что вы на меня не обидитесь, и я думаю, что на меня не обидятся многие наши телезрители. Если я не буду давать оценку творчеству певца, потому что это с точки зрения, может быть, неэтично критиковать, говорить, что вот у него вот это хорошо, а это плохо. Вы смотрите его, и вы сами делаете вывод о том, какой он. Ведь если я вам скажу, что мне он нравится или не нравится, уже от этого больше любить или не любить не будете, любите артистов, если вы их любите, не любите, если вы их не любите, выключайте телевизор. А критиковать это у дел, в общем, я думаю, музыкальных критиков. Нам нельзя друг друга, это неэтично. И потом, ну зачем? У него свой стиль. Я могу с ним соглашаться, не соглашаться. Если я не соглашаюсь, я буду своим творчеством утверждать другую манеру. Что-то доказывать по-своему, но доказывать творчеством, чтобы зритель сказал, а он-то получше поет, допустим, но только творчеством. Тогда это будет правдиво и корректно. Конечно, корректно. Я не имею права, нельзя. У любого артиста, даже у которого, я не знаю, 50 тысяч всего поклонников, против там, допустим, полутора миллионов, есть свои поклонники, и их мнение надо уважать. Поэтому все мы работаем честно, а уж там у кого как получается, зритель пускай судит. Я все-таки хочу спеть, напомнить, вернее, песню «Волшебника», но я, если позволите, всю ее петь не буду, потому что там оркестр шикарный, все. Я спою просто, допустим, чтобы так, и тем более живьем с гитарой она может не совсем даже звучит так, как хотелось бы. Приходит день, приходит час, приходит миг, приходит срок, и рвется связь. Кипит гранит, пылает лед, и легкий пух спевает с ног, что за напасть. И зацветает трын трава, и соловьем поет сова, и даже тоненькую нить не в состоянии разрубить. Стальной клинок, стальной клинок Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно Ни току, ни проку, ни в лад, не в попад совершенно. Приходит срок, и вместе с ним озноб, и страх, и тайный жар, восторг, и власть, и боль, и смех, и тень, и свет в один костер, в один пожар. Что за напасть из миража, из ничего, из сумасбродства моего вдруг возникает чей-то лик и обретает свет и звук и плоть, и страсть, и плоть, и страсть. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно Ни току, ни проку, ни в лад, ни в попад совершенно. Ну это, это я, прошу прощения, потому что, конечно, такие вещи сложно петь. И сидя, и с гитарой, это так, кстати, я просто немножко проиллюстрировал. Конечно, с оркестром я бы иначе спел, поэтому в данном случае я, но поскольку пою живьем, я и с собой минусовок не вожу. Ну а вторую я напомню, просто это дуэт знаменитый. Ах, сударыня, вы верно согласитесь, что погода хороша, как никогда. Вот что, сударь, я скажу, я и правда нахожу, что погода не такая, как всегда. Ах, сударыня, скажите, почему же этот вечер удивительный такой, право, сударь, может быть, это сложно объяснить, Ну, наверно, потому, что вы со мной. Ах, сударыня, когда мы с вами вместе, все цветочки расцветают на лугу. Я скажу вам, сударь мой, мне бы надо быть домой, Но цветочки я обидеть не смогу. Как приятно и забавно, что я очень нравлюсь вам. Ну, а вы мне и подавно, вот и славно, трам-пам-пам. Леонид Федорович, еще одно удивительное произведение из мульт-кинофильма, скажем так, Марии Мирабеллы, которое оставило след, наверное, у всех детишек, которые родились в 60-е, 70-е, начало 80-е. Да, ну, вот, Марии Мирабеллы, конечно, я петь уже точно не буду, потому что, я вам объясню, почему. Практически три октавы там. Да, во-первых, я там пою, озвучивая еще Светлячка Скиперича. Я Скиперич, я Светлячок, угощай маячок. Вот, и там же я пою вот это Мария Мирабелла, Мария Мирабелла. Там нужен, конечно, уже настоящий оркестр, хор, это все. Но, смешно сказать, я эту песню записывал, Евгений Дмитриевич Дога меня пригласил, я болел гриппом. Это была последняя стадия болезни, воспаленная глотка. Я уже еле говорил, но вот, кто болеет, певцы знают, что когда ты простуженный, то там есть два момента. Не пропустить, когда вот совсем воспалены связки, они очень хорошие, они такие кровь. Да, да, да. Ну вот, стоит только полдня и все. Я попал в этот как раз момент. То есть у меня, они хорошие с Савязки были, я грипповал. И когда я стал петь, я чувствую, что это высоко безумно. Я говорю, Евгений Дмитриевич Доги, я говорю, что это такое? Он говорит, давай, давай, пой. Я, говорит, уже тут десяток перепробовал певцов, ни у кого ничего не получается. А я его стал подкалывать. Я говорю, кто написал такую музыку? Что за ерунда такая? Это же невозможно спеть. Давай, давай, говорит, а то сейчас клещи возьму. Ну, короче говоря, хохмели, хохмели. И я таки записал эту песню. Новый день встает, как чудо, раскрываясь, как цветок. И друзей найдешь повсюду, и не будешь одинок. Мария, Мирабелла, Мария. И после этой песни я полностью пропал, у меня голос, и я в течение двух недель вообще не говорил. То есть осип начисто. И я ходил в магазин куда-то с бумажкой, писал, что мне нужно купить. И люди, значит, сочувствующие на меня смотрели, думали, что молодой человек вообще безголосый. Так что вот такая была ситуация. И потом в течение многих лет с Евгением Мичундогой, мы выступали во всех его авторских концертах, я неизменно пел Мария, Мирабелла. Но постепенно, конечно, этот диапазон стал уходить. Потому что это было, извините, 30 лет назад, и связки были моложе, и вокалисты знают, с годами голос, конечно, сужается диапазон, появляется больше мяса, но диапазон, конечно, он... Мясо это низкие частоты, грудные такие. Да, 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 сочность появляется, но верхние, особенно фальцеты, они, конечно, пропадают. С годами уходят, уходят. И у нас звонок, алло. Здравствуйте, мои дорогие. Я звоню из Казахстана. Это счастье вас слышит, Леонид. Божественно поете, здоровья вам. Виталий, спасибо вам огромное. Чаще приглашайте. До свидания. Всего доброго, спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, я думаю, после этого только спеть. Вы знаете, я что-то вдруг вспомнил песню, не знаю в связи с чем, может быть, в связи с недавним майскими праздниками, Днем Победы. И вот где-то, ну, относительно недавно вспоминали замечательного актера-певца Владимира Трошина. Пели песни из его репертуара, концерт был в Международном доме музыки. Я тоже пел две песни из его репертуара. И очень люблю эти мелодии. И вообще песни военных лет люблю. И пою их независимо от каких-то там больших или малых дат. Ну, вот такая одна из моих любимых песен. В полях завислый, сонный Лежат в земле сырой Сережка с малой броной И Витька с моковой А где-то в людном мире Который год подряд Одни в пустой квартире Их матери не спят Свет лампы воспаленной Пылает над Москвой В окне на малой бронной В окне на маховой Друзьям не встать В округе Без них идет кино Девчонки Их подруги Все замужем давно Но помнит мир спасенный Мир вечный, мир живой Сережка с малой броной И Витька с моковой Сережка с малой броной И Витька с моковой Леонид Федорович Ну, такие столпы Такие мелодисты Как Евгений Дога Геннадий Гладков Ну, перечислять этот ряд Это будет очень долго Я хочу перенестись в день сегодняшний И узнать, с кем вы сотрудничаете На сегодняшний день Какие замыслы, какие планы По сей день мы сотрудничаем Очень плотно С Оскаром Борисовичем Фельдсманом Это у меня давнишняя дружба Два композитора С которыми меня связала судьба Еще с первых моих шагов на эстраде Это Оскар Борисович Фельдсман И Никита Владимирович Богословский Царство Небесное Вот, мы дружили Семьями и домами, что называется И с Оскаром Борисовичем продолжаем Вот, это постоянная творческая И человеческая дружба Недавно мы с Оскаром Борисовичем Даже выпустили диск новых песен Приятно, что он поет И сочиняет сейчас Это очень радостно Вот, происходят вечера Геннадия Гладкова Творческие вечера были в зале Чайковского И они будут еще Наверняка я очень в этом уверен Недавно, ну относительно недавно Я ездил в Питер Где принимал участие в вечере Творческом вечере Исаака Шварца Тоже замечательнейший Любимый композитор Вообще, мне в жизни повезло На удивительных композиторов И людей Вот они, как люди потрясающие Это так приятно Так радостно Ну и есть очень хороший композитор Игорь Левин Проживающий в Ростове Замечательные у него песни Даже записал целый ряд песен Вот, ну и сейчас у меня так вот Есть, пока не буду Это как бы не реклама Но я все-таки Прикипаю немножко И к авторской песне Потому что в свое время Я когда-то ее пел Активно Вот, но Где-то, может быть Буду немножко Обращаться к сегодняшним Исполнителям Авторам, которые пишут Очень симпатичные песни Которые, может быть Я и тоже включу В свой репертуар Таким образом Его расширю Потому что В связи с тем Что я в течение пяти лет Вел на канале Культура программу Романтика-романса Меня просто стали уже считать Романсистом А мне этого не хотелось бы Я как раз хочу Чтобы более широкое было Представление о моем творчестве Что это и романсы Это и песни военных лет Песни из кинофильмов Большая палитра Чтобы было В том числе и авторская песня Давайте послушаем Есть ли это возможно Что-нибудь из нового? Из нового? Ну Совсем нового Вы знаете Я сейчас попробую вспомнить Но я не очень уверен Что у меня это получится Ведь что такое новое? Новое это хорошо забытое Старое Я тут однажды Услышал по радио Концерт В памяти Анны Герман И Ну там в основном В театре эстрады был концерт Там принимали участие В основном певицы конечно Потому что Ну специфики И я как-то никогда не пел ее песен А тут я взял И что-то такое в интернете Пробежался по ее репертуару И нашел несколько песен замечательных Которые я обязательно возьму В свой репертуар И вот там одна песня Которую я взял Я ее пока только-только Вот буквально Что называется Выучил Но в этом прелесть работы с гитарой Что можно конечно ошибиться Но тут как говорится Зрители простят Но я ее попробовал сделать Немножечко по-своему И То что я в самом начале Мы говорили Все по-своему Вот Я даже немножечко там Финал дописал Не так как в схеме У нее было записано В этой песне И не так как было У композитора написано Вот Вы поймете что это такое Но Я повторяю Если вдруг ошибусь То извиняюсь Ну риза Дело благородное Да риза Дело благородное Вот и все Последняя песня Вот и все Не быть уж на месте Ой, сейчас, секундочку, еще раз Вот и все Последняя встреча Вот и все Деревья, как свечи Шли дожди Подолград И настал день, настал Соловьиный наш сад Запылал, запылал Если вернет То любовь сгорит И лишь горький дым Проплывет Скоро первый снег Твой последний след Заметет Заметет Вот и все Последняя песня Вот и все Не быть уж на месте Шли дожди Подолград И настал день, настал Соловьиный наш сад Запылал, запылал Если вернет То любовь сгорит И лишь горький дым Проплывет Скоро первый снег Твой последний след Заметет Заметет Скоро первый снег Твой последний след Заметет Заметет Вот и все Последняя встреча Вот и все Последняя песня Вот и все Леонид Федорович Я тут краем уха Услышал Что сейчас ведется работа С вами ведется работа На стихи Царства и небесные Римфедна Казаковой И Алексея Карелина Композитора Что это за планы Что это за прожекты Вот это то, о чем я перед этим говорил То есть с одной стороны Это то, что вы хотели умолчать Да Извините И умолчать И в общем-то В данном случае Я ничего петь не буду Потому что в данном случае Это проект Который мы хотим Сделать и показать Уже в его готовом виде Но это как раз Вот то самое сочетание Где-то и профессиональных стихов И немножко бардовской песни Профессионального исполнения Все это интересно для меня Я послушал несколько песен На секире Мафедны Музыка Алексея Карелина Мне очень они понравились И хотя честно вам скажу Это немножко для меня новое Новое что-то такое Но я подумал А почему бы нет Обязательно сделаю И думаю, что это Думаю, что это будет интересно Но не хочу ничего показывать Потому что Одно-две песни показывать Неинтересно Думаю, что это, наверное, будет Целый цикл И цикл Постараемся сделать Очень хороший Очень хочется Послушать еще Песню Еще песню Ну, опять Я стараюсь петь песни, конечно И романсы, и песни Они каким-то образом Все время связаны с кинематографом Вот я только что упомнил Владимира Трошина Исполнил его песню Которая называлась, кстати «Москвичи» Это Эшпая песня А вот эта песня Тоже Эшпая Из фильма Исправленному верить Ты не смотри Из-под темных Бровей Я не придумал Улыбки твоей Просто она Вправду была Что ж ты сегодня Не пришла Я сказал тебе Не все слова Растерял я их На полпути Я сказал тебе Не те слова Их так трудно Найти Как была бы Эта ночь светла Если бы не тени Облаков Если б догадалась И пришла Догадалась Без слов Ждать я всю ночь Готов Легких твоих Шагов Легких шагов Твоих всю ночь Ждать готов Я сказал тебе Не все слова Растерял я их На полпути Я сказал тебе Не те слова Их так трудно Найти Леонид Федорович В 90-х годах Был резкий Спад Съемки Фильма Практически Были прекращены Фильмы Естественные Музыкальные Да и Эстрада В принципе Перетерпела Удивительные Метаморфозы И Те Замечательные Артисты Которые На которых В принципе Подержала сестра До 70-х До 80-х Годов На время Ушли Ну в какой-то Я не знаю В подполье Что ли Кто-то Начал Заниматься Совершенно Не связанный С музыкой Деятельностью Актеры Начали Уходить В другие Виды Как бы Другой профиль Кто-то уехал Вообще Из России Как у вас 90-е прошли Ну Период был Действительно Тяжелый Я даже Тогда помню Пошил себе Гусарский Костюм И у меня Была мысль Уехать Уехать За границу Устроиться В какой-нибудь Ресторан И петь Там для Эмигрантов Был такой Период И действительно Я съездил Я поехал Работать на Кипр Некоторые Там попел Потом У меня Были Поездки По линии У нас Есть такое Общество Дружбы С отечественниками За рубежом Я По их Линии Ездил В Голландию В Венгрию В общем Это вот Те 17 стран По которым Да Там Ну там До этого И вы знаете Я попробовал Попеть Нет Я не смог То есть Все было Прекрасно Все было Хорошо Но Как Один умный Человек Сказал Я мог бы Эмигрировать Если бы Я увез с собой Всех своих поклонников А сидеть в ресторане И петь Порой за полупустыми Столиками Когда сидит Там 5-6 человек Это грустно Это грустно И ты не отделаешься От чувства Вот этой ностальгии О родине И я понял Что я просто Там не выдержу И Был период Когда я Но я не унывал Потому что Репертуар мой Включал вот эти Песни советских лет Замечательный Я считаю Репертуар И я продолжал Его петь На концертах И я был востребован Может быть не в той степени Как это было до 90-х Но меня все равно приглашали Концертов было На порядок меньше Но они были Я как говорится Без хлеба не сидел Было очень трудновато Туговато Но я все-таки Карабкался И не уходил Я Учитывая Мои вокальные возможности Я мог бы конечно Петь какие-то И вещи Ну так сказать Ресторанного плана Можно было бы И я бы спокойно Это все бы Наверное Выдержал Но мне не хотелось Потому что я считаю так Зарабатывается Доброе имя Годами Годами Десятилетиями А потереть его можно В один присест Спеть какую-нибудь Ерунду И все Я этого не хотел Ни под каким видом Я пел свои песни А потом вот появились Эти программы Старые песни о главном И они стали Что называется На пьедестале А я про себя думал Нифига себе Извиняюсь по-русски Мы их пели Я пел Все эти годы Так сказать Эти песни держал Я их Так сказать Не забывал Я их Популяризировал Ревность Наверное Ну так внутренне было Конечно Тем более я понимал Что Многое не получается У них При всем При том Что я был рад Что эти песни пошли И как представитель Старшего Или среднего Старшего поколения Артистов и певцов Я был рад Что молодежь Обратилась к этим песням Пусть даже потому Что так надо было Такая пошла мода Но я рад был Что эти песни не забыты Я был этому очень рад И в то же время Я сказал Эх вот Немножко бы Ну ты задумайся Над текстом Ведь там столько Там же Там же такие вещи Очень интересные Там жить Там играть нужно Там жить надо А эти иногда Просто поют красивые мелодии Не задумываясь о том Что там Глубина Что там Еще очень обидно Когда начинается Все это В западной манере Подаваться Это ужас С каким-то Полуанглийским акцентом Вроде как Это грустно Очень грустно Это никак Не знаю Мне прям так сразу Тоскливо становится Поэтому я вот эти годы Держался Я пел эти песни Я набирал репертуар Продолжал упорно Набирать старые песни Старых композиторов Песни советского периода Романсы пополнял И ничего 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 И вот сейчас Началось опять Какое-то оживление У меня за границей Все время Как-то поездки хорошие Кстати Леонид Федорович Все-таки Ну 17 стран Согласитесь Это багаж Очень серьезный Из этих 17 Самая благодатная Публика Где? У меня была публика В Голландии Очень хорошая В Штатах И в Израиле Ну в Израиле понятно Как говорили всегда Что это Даже в старое Доброе советское время Говорили что это наша Очередная там 16 республика Потому что там Очень много наших Но что меня В общем Как-то удивляло Я когда туда Начал ездить Я уже вот 9 раз был там С сольными программами Вы знаете Я всегда думал Что там Ну романсы Романсы Потому что старшее поколение В основном Вы знаете Как это ни странно Романсы Да Но гораздо больше Любят просто Песни вот нашего Советского периода Ретро Песни военных лет Обожают И это очень приятно Там в этом смысле Очень благодатная Публика И понимающие Они так цепляются За всякое Я помню Как-то я пел там Друзья мои Леонид Серебренников У нас в гостях Спасибо вам Огромное Спасибо Всего доброго Смотрите нас завтра Не забудьте До свидания Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин